Пожалуйста, можете прокомментировать, скажем так, заключение прокуратуры, которая поступила. Там достаточно ключевой смысл заключается в том, что у нас достаточно много невыполненных социальных обязательств. Мы об этом говорили на профильном комитете в том числе. Что-то изменилось после того, как поступило это заключение прокуратуры. Там был тот же вопрос, который у нас был по березовой роще и так далее. Можете кратко ответить на, можно ли назвать эту форму письмо или заключение прокуратуры. Второй вопрос. Скажите мне, пожалуйста, 10 миллионов на формирование и продвижение бренда Енисейской Сибири. Насколько это необходимо в нынешней ситуации? И сколько уже бренд Енисейской Сибири существует, а мы все еще формируем за бюджетные деньги? 10 миллионов в нынешней ситуации. Это необходимо, это очень важно. И вот в эту корректировку они освоили предыдущие. Или что произошло, что именно сейчас нужно добавить эти 10 миллионов? Что? По поводу прокуратуры. Собственно, я и в докладе сказал, и на комитете по бюджету отмечал, что мы в этот раз действительно очень предметно взаимодействовали, обсуждали те вопросы и предложения, которые были направлены со стороны прокуратуры. Собственно, показали динамику, как мы в последние годы по тем или иным мероприятиям и расходам наращивали объемы финансирования, в том числе и пожелили детей-сирот. Ключевой вопрос, действительно, мы здесь и механизмы новые ввели, и увеличили расходы достаточно внушительно. Хотя проблема, понятно, остается по другим направлениям. В общем, там, не знаю, там, свалки, ремонты учреждений соцсферы, строительство очистных, в общем, много-много действительно вопросов, но динамика есть. Плюс ко всему, вот в самой корректировке часть вопросов нашли отражение с точки зрения увеличения. Ну и даже в поправке, мы уже и в поправке, после вот того письма официального, мы еще увеличили 200 миллионов на жилье для детей-сирот, 50 миллионов, по-моему, значит, инфраструктура для многодетных. По СФУ вы сказали, там, собственно, понятно, о чем идет речь. Сейчас разрабатывается порядок правительства, и мы там в рамках этого порядка урегулируем те, так сказать, замечания, которые изложены. То есть это никак, в общем-то, на принятие корректировки, наверное, не влияет, но также вопрос будет урегулирован. По Несельской Сибири я, честно говоря, наверное, тут не смогу сейчас более точно там прокомментировать. Давайте мы в рабочем порядке про эти 10 миллионов посмотрим, вас проинформируем, ну просто чтобы сейчас вот некорректную информацию до вас не доводить. У меня, честно говоря, есть подозрение, Ирина Геннадьевна, что здесь надо просто тщательнее относиться к тому, как называется эта статья расходов. Там, скорее всего, это вопросы, связанные с информационной работой, с, возможно, подготовкой каких-то материалов, обобщающих участие. Я предполагаю, но звучит это как мероприятие рекламной кампании. Наверное, есть смысл проанализировать и, может быть, более точно, чтобы наши избиратели понимали, на что расходуются бюджетные деньги, и эти расходы называть. Принято, Александр Александрович. Вы обозначили, что миллиард рублей на эти цели предусмотрены. Вот, может, вы или министр строительства могли бы уточнить, собственно, кому из дольщиков предназначена помощь, какие дома предполагается достроить вот с участием вот этого конкретного миллиарда. И в связи с этим предложением мне еще будет. Да, Александр Александрович, ну, мы давайте также в рабочем порядке. Есть эта информация, есть список домов, которые предполагается достроить. Мы продолжаем в целом работу по решению проблем обманутых дольщиков, не только по строительству и завершению домов, но и по выплатам гражданам. И сегодня, в общем-то, обсуждается возможность выделения с фонда дополнительных средств. Возможно, и нам нужно будет еще уточнить в сторону увеличения уже в ходе исполнения бюджета эту цифру. Напомню, в бюджете у нас чуть меньше 500 миллионов было уже в принятом. Сейчас миллиард, то есть в пределах полутора миллиардов с учетом корректировки эта сумма будет выглядеть. Но давайте мы справку вам дадим тогда. Давайте, может, даже оперативно, чтобы можно было людей как-то обнадежить, успокоить. И вот у меня предложение к вам в связи с этим. Вам, наверное, даже понравится. Вы же любите, когда возникает экономия. У нас вот одно время проблемой обманутых дольщиков занимались районные администрации. В итоге, мы занимались до того, что у нас в отношении, например, такого персонажа, как Якименок, дело уголовное образовалось аж на 3 миллиарда рублей. 1600 человек пострадавших. Вот я помню, как я в центральную администрацию приходил, там сидели разные должностные лица, разыгрывали такой спектакль и рассказывали, что они вот этого мошенника контролируют. В итоге 3 миллиарда ущерб, который бюджет сейчас, в том числе, с участием федерального, краевого бюджета будет покрывать, да, помогая дольщикам. 1600 потерпевших, не говоря там о том, сколько люди нервов и здоровья потеряют. И в связи с этим вопрос, а зачем нам вообще эти районные администрации в городе Красноярске? У них, они выходят, отчитываются в горсовете тоннами выплавленного алюминия и построенными школами, которыми никакого отношения не имеют, полномочий не имеют. При этом каждый занимает по зданию, там у каждого главы пресс-секретарь, три секретаря, автомобиль, целая свита, занимаются исключительно выборами. В последние дни прямо спать не могут, мешают им плакаты год без Жириновского, которые мы в связи с годовщиной смерти нашего лидера партии разместили. Вот главная у них проблема. Давайте их сократим, да и все. А вы серьезно, вы уверены, что избиратели скажут вам спасибо, когда вы у них администрацию района, где находятся в том числе и службы первичного обращения, у них заберете из непосредственной близости? Прямо провел опрос. Самая бесполезная организация, Минэкология, Стройнадзор, Администрация района. Думал, Стройнадзор победит, а победила Администрация района. Поэтому уверен... Интересная выборка по вашему опросу. А представляете, сколько зданий освободится? У нас вон Министерство промышленности сидит в аренде, там, значит, фонд капитального ремонта сидит в аренде. А тут прямо здание в каждом районе по 4-5 этажей. Миллиарды экономии. Вот подумайте, серьезно говорю. Мы все равно придем к необходимости сокращения количества чиновников. Ну, придем же. Может быть в этом году, может быть в следующем, но обязательно придем.